Всем привет! Меня зовут Ксения, и это будет видео про испанский язык. Когда я говорю по-русски, есть одна такая структура, которую я часто употребляю. Я часто говорю, не то чтобы я не хотела это делать, но просто... И вот ровно такая же конструкция есть по-испански. Звучит это как ноэске но, и потом идет субхунтив, в настоящее время субхунтива. И во второй части предложения уже что там, что угодно. Предлагаю вам посмотреть на 10 подобных предложений и начать использовать эту конструкцию в своей речи тоже. Итак, первое предложение. Не то чтобы я не хотела идти на концерт, он просто так поздно начинается. В этом видео мы еще попрактикуем фразу «эске» как фразу, которая вводит оправдание. Во всех испанских учебниках написано, что нельзя по-испански просто сказать «я с тобой не пойду». Вот вас куда-то приглашают, а вы отвечаете «я с тобой не пойду». Даже если у вас есть какой-то повод, по которому вы не идете, по-испански нужно обязательно дать объяснение, почему вы это не сделаете. Честно говоря, я и по-русски тоже никогда так не обрубаю, что «не, все, я с тобой не пойду». Я всегда говорю, что «ой, знаешь, вот так и так». И вот это все, все вот эти объяснения, когда вы пытаетесь как-то вот выкрутиться из неудобной ситуации, по-испански они начинаются с «эске». «Эске» не могу, «эске» не могу, «эске» tengo que ir a ver a mi madre» и так далее. Вторая фраза. «Не то, чтобы мне не нравились коты, просто у меня на них аллергия». «Не то, чтобы мне не нравились коты, просто у меня на них аллергия». «Не то, чтобы я боялась воды, просто я не умею плавать. Не то, чтобы я боялась воды, просто я не умею плавать. Про глагол САБЕР у меня есть отдельное видео, там, правда, не только САБЕР, там ещё и КОНОСЕР. Найдёте вы его здесь. Пятая фраза. Дело не в том, что я не хочу туда ехать, но ИСКИНУ КЬЕРА ИРАИ. Предложение я взяла для иллюстрации того, что, когда мы по-русски говорим, дело не в том, что, вот это по-испански тоже будет переводиться как НО ИСКИНУ КЬЕРА. ИСКИНУ КЬЕРА. Не то, чтобы мне не нравилось ездить на машине, просто меня укачивает. НО ИСКИНУ КЕРА КЕДАРМЕ. Не то, чтобы я не хотела ещё остаться, мне просто завтра с утра рано вставать на работу. НО ИСКИНУ КЕРА КЕДАРМЕ. ИСКИНУ КЕРА КЕДАРМЕ. ИСКИНУ КЕРА КЕЛЕВАНТАРМЕ ТЕМПРАНО. Я потеряла счёт. Не то, чтобы вы были неправы, просто всё немного сложнее. НО ИСКИНУ КЕДАРМЕ. ИСКИНУ КЕДАРМЕ. УСТЕТ, как мы помним, не так часто используется в испанском, как в русском. На эту тему есть отдельное видео. Но, тем не менее, эта форма существует и используется, поэтому, почему вы не посмотрите её тоже. Не то, чтобы мне нечего было сказать, я просто не хочу ссориться. Так-то мне очень даже есть, что сказать. No es que no tengo nada que decir, es que no quiero discutir. Тут недавно в чате для практики испанского, который называется lo que siempre querías hacer, и который вы можете найти в Телеграме или по ссылке в описании этого видео, зашёл разговор о том, как по-испански будет ругаться и мириться. И вот discutir – это как раз ругаться, также можно ещё ругаться глаголом peliarse, а вот мириться можно фразой hacer las paces, это самое, самое стандартное, то есть делать миры буквально от слова, pav – мир, hacer las paces. И последняя фраза, десятая. Не то, чтобы ты не умел работать, ты просто очень ленивый. No es que no sepas trabajar, es que eres muy perdido, или muy val. Хочу напомнить, что у меня есть курс по субкунтиву. Он хороший и добротный. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но на самом деле хвалят и его, и все те, кто его проходил. В этом курсе 14, он рассчитан на 14 дней активных работы. И изначально это был марафон, но стоит признать, конечно, что информации там очень много, поэтому имеет смысл растянуть всё-таки это на какое-то время. Из этого курса вы узнаете всё, что вам нужно знать про субкунтив до середины уровня B2, то есть B1 и до середины уровня B2. Курс выглядит как PDF-файлы, вы читаете файл, делаете упражнения и присылаете мне на проверку, а я вам присылаю ответное сообщение с разбором ваших ошибок. Очень рекомендую всем пройти, и тем, кто ещё не касался субкунтивы, и тем, кто касался и очень в нём запутался, ссылку на курс вы найдёте в описании этого видео. На сегодня это всё, надеюсь, видео было полезным, встраивайте эту структуру в свою речь, пишите фразы, примеры в чате для практики испанского языка, а я с вами прощаюсь, до следующего видео. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok